Я надеюсь, тоже вас немножко зажечь в хорошем смысле этого слова и рассказать немножко о православном волонтерстве, потому что православное волонтерство имеет особенность. Самая главная особенность православного волонтерства – это мотивация. Если для человека, так скажем, светского, который живет в мире, самым важным является само дело порой, которое нравится человеку, или общение с друзьями, то для православного волонтера важнее всего является понятие суда Божьего. Самым важным в мотивации является нужда ближнего. Именно нужда ближнего является вот этой религиозной составляющей. Первое направление, оно, наверное, наиболее развито у нас в епархии, потому что, как я и говорил, оно связано с социальной деятельностью и основано на словах самого Христа в Евангелии, где он говорит, что суд Божий будет совершаться по трём всего вещам. Как мы откликались на тех, кто алкал, то есть хотел есть, кто жаждал, хотел пить, и кто попал в сложную жизненную ситуацию, был в темнице или был больным. И вот как человек на это откликается, такой суд Божий будет для него. И он будет назван либо козлом, или козлищем, как сказано в Евангелии, то есть тот, кто будет отвержен, если он не откликается на чужую беду и на чужое горе, либо будет назван овцой, кто будет зван на вечерю, на пир к самому Христу. И вот первое, что я бы хотел сказать, это служба добровольцев при православной службе милосердия. На сегодняшний день в православной службе милосердия около 12 направлений, в которых трудится около 200 активных добровольцев. Добровольцы православной службы милосердия – это неравнодушные люди, которые помогают тем, кому сейчас плохо. Добровольцы занимаются волонтерской деятельностью, ухаживают за тяжелобольными, лежачими, сопровождают детей-сирот при прохождении лечения в больницах. Организуют детский досуг в тех же больницах, помогают купить и доставить продукты на дом одиноким и пожилым и многое другое. В 2020 году, благодаря проекту «Время забот» добровольцы православной службы милосердия обеспечивали продуктовыми наборами и всем необходимым тех, кто находился в изоляции дома. Без возможности выйти даже в магазин или аптеку. Помимо добровольцев, которые доставляли продукты и прочее, активно работали и добровольцы-диспетчеры, принимавшие заявки от нуждающихся людей по всей Свердловской области. Летом 2020 года, когда случилось наводнение в Нижних Серегах, от службы добровольцев на помощь пострадавшим была направлена целая команда. Работали сплоченно, слаженно вместе с другими добровольцами Свердловской области. Добровольцы православной службы милосердия наладили адресную помощь, обеспечили горожан гуманитарной помощью, вещи, первые необходимости, продукты и прочее. Расчистили завалы, убрали мусор. В 2021 году работа добровольцев православной службы милосердия стала только набирать обороты. Добровольцы продолжают кормить бездомных на базе автобуса милосердия, которые курсируют в районе железнодорожного вокзала, ведут активную деятельность внутри таких направлений, как патронаж, помощь пожилым людям на дому. Акционное направление, сбор различных вещей, нуждающимся посредством акций, проводимых в торговых центрах, детское направление, постепенное возобновление деятельности после карантина. Добровольцы, вот сейчас очень важная мысль, которую бы я хотел сказать, именно о специфике православного добровольчества. У нас в каком-то смысле все церковные люди, каждый христианин является добровольцем. Но, есть такое выделенное служение добровольцев. Так вот, добровольцы это опора православной службы милосердия, которая является связующим звеном между тем, кто помогает и теми, кто получает помощь. То есть у церкви, как у института в обществе, есть паства, есть все мы христиане, которые каждый себя так или иначе осознает добровольцем. Или тем, кто призван делать добро самим Господом. Но добровольцы, они как шестеренки, которые запускают весь механизм вот этой социальной помощи. И это очень важный момент, который я бы хотел сказать. Второе направление, это социальное краеведение. С 2007 года, в чем особенность была этого проекта? Идея этого направления заключается в том, что мы, православные добровольцы, православная молодежь, любят не только вместе выезжать на природу, но и заботятся о том, что заброшено. Как я вот уже сказал, есть заброшенные части души, и человек иногда забрасывает что-то очень важное. Как я сказал, любовь к истине он может забросить и увлечься сиюминутным поветрием мира сего. Забыть что-то самое главное он может и увлечься чем-то второстепенным. Так и здесь. Были заброшены церкви на протяжении долгого периода. Были заброшены кладбища, да и до сих пор заброшены. Много что у нас в нашей стране было заброшено. С нашей удивительной историей столько всего позаброшено. И поэтому с 2007 года православная молодежь, мы стали выезжать в различные села, деревни. Вот так прошел, вот у нас сплавы, православная молодежь, мы вместе молимся, вместе общаемся. Началось все с города Кына, где может быть кто-то там сплавлялся по реке Чусовой. Сейчас там уже храм восстанавливается, но сначала нас встретили вот такие развалины. Коза в храме встретилась. И вот эта заброшенность, она просто пробудила нас, чтобы самим тоже не оказаться заброшенными. То есть если мы не сможем справиться с чем-то очень важным, не сможем обратить внимание на то, что является главным в нашей истории, главным в нашей истории, то, как писал Пушкин, я вот хотел бы его стихотворение прочитать, оно очень важно, это стихотворение именно в этом контексте. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от веки по воле Бога самого самостояния человека, залог величия его, животворящая святыня, без них душа была пуста, без них наш тесный мир пустыня, душа алтарь без божества». То есть вот Пушкин пишет, что если мы забрасываем какие-то очень важные вещи, будет все мертво вокруг. Поэтому наша задача обратить внимание на заброшенность, на историю, на культуру, на нашу совесть, на нашу любовь, и самое главное, на то, что принес в этот мир Христос, и культура наша русская, российская, даже советская, так или иначе базируется на ценностях евангельских, на библейских заповедях. И если мы это забросим, все будет мертво у нас. Поэтому мы всех приглашаем к нашим проектам, потому что здесь, что называется, поле, непаханное на многие годы, а может быть и столетия, и вот все ездим мы по разным селам, по разным местам, и пытаемся что-то восстановить, где-то отслужить литургию, может быть, где-то вдохновить местных жителей, где-то вместе с ними поработать, вдохнуть в них вот эту вот любовь и надежду на то, что их место, их жизнь, она имеет измерение вечности. Вот что очень важно. Их место, их жизнь имеют измерение вечности. Ведь там история была, но эту историю пытались забыть, пытались уничтожить, как вот в первом городе Кын страшное было явление. Все фрески и глаза святых были выколоты и в каком-то смысле выжжены даже. Это действительно печально и грустно, когда мы что-то запрасываем, все становится мертвым. Приглашаем всех людей, всех вас к совместному такому сотрудничеству, к синергии, я бы сказал, к тому, чтобы мы могли вместе, вот уже восстанавливающийся храм в Кыну, про который я уже говорил. Потому что это является чем-то, мне кажется, очень важным, объединиться на основе нашей истории, на основе нашей культуры. Ну и вот последние кадры, я хотел, чтобы вы их посмотрели. Вот то, как мы вместе, в данном случае здесь еще будет выступать Стива Сергеевич, где наши следопыты, разведчики, мы пытаемся хоть что-то, чуть-чуть очистить, то, что заброшено. Всех благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...